Мы уже переместились в район Нагатина в Садовнике, тоже Варшавское шоссе, тоже Южный округ Москвы. И здесь уже мы сейчас увидим блочные дома, пятиэтажки, которые во многих районах Москвы есть, и которые, конечно же, тоже попали в реновацию здесь. Их довольно-таки много, здесь около десятка. И вот, собственно, они перед нами, вот, они один за другим будут идти, дома 59, четыре корпуса. Вот это 59 корпуса 1, это блочные дома, они были все построены в 361 году, в одно время. Ну, типичные хрущевки, вот видите, белые дома, 59 корпуса 1. А это вот 55 дома, тоже по реновации попали, тоже блочные, с 60-го года постройки. Ну, все фактически строили в одно время. Так что можно их сразу посмотреть, как говорится. Вот это 59 корпус 2 дом, а это 55 корпус 2. Вот это 59 корпус 2, а это 55 корпус 2, они очень похожи. Вот. 60-й, соответственно, это 61, это 60-й, ну, по сути, одно и то же время. Далее идем, они так и будут идти один друг за другом. Вот это 59 корпус 3, а это 55 корпус 3. Ну, вот так они идут. Итак. Хорошо, солнышко выглянуло. Это же двояк, но... Вот 59 корпус 3, а это вот 55 корпус 3. Обратите внимание на дворы, тоже довольно-таки просторные. Ну, и, соответственно, следующие дома, это... Вот там 59 корпус 4, а здесь 55 корпус 4. Ну, все достаточно легко. Видите, сразу... Семь домов посмотрели, получается. Вот. А там уже, вон, современные дома. Итак. Вот это 55 корпус 4, а это 59 корпус 4. Ну, все это блочные дома, все одинаковые. И все 60-го, 61-го года постройки, и все они попали в инновации, соответственно. Ну, и продолжаем мы оставаться в районе Нагатина. Садовники от этих дома, девятиэтажные, кто-то сносить не будет, по крайней мере, в ближайшее время. И вот, за детским садом мы видим вот этот дом. 51 корпус 1, пятиэтажка еще одна блочная, 62-го года постройки, которая тоже попала в реновацию. Вот она, 51 корпус 1. И за ней сейчас посмотрим еще две пятиэтажки. Тоже блочные, тоже 62-го года постройки. Ну, собственно, на то время они были построены, когда здесь вот застраиваются вот эти кварталы. Собственно. Вот восьмиэтажный дом, который, по-моему, 47 корпус 1, который, конечно, не попал по сносу. Я сказал, здесь на Варшавке только до пятиэтажей снос идет. Не все пятиэтажки. Мы видели трехэтажные дома и четырехэтажные. Ну, а так, в общем-то, в основном, конечно, пятиэтажные. Ну, и вон там появились дома 47 корпус 2 и корпус 3. А вот здесь вот, вот здесь, собственно, перед домом 47 корпус 2, в принципе, выделена стартовая площадка еще для одного дома по реновации вот здесь на Варшавском шоссе. Вот здесь, собственно, вот это вот пространство, да, которое сейчас занято тут припаркованными машинами. Ну, вот эта детская площадка здесь. И, в общем, вот это вот место. Вот это 47 корпус 2, вот этот дом блочный, 62-го года постройки. И вот, собственно, вот эта вот территория. Она, как бы вот по плану, ну, я вот, по крайней мере, видел, вполне официальная информация. Она вот выделена уже, соответственно, вот площадка реновации. Ну, пока видим, здесь работы не начались еще. Ну, пока это плавно. Ну, по крайней мере, к 2022 году хотят построить вот эти 47 корпуса 2. А вот это вот следующее за ним, 47 корпус 3. Это все блочные дома, 62-го года постройки. Ну, там, видите, уже современные комплексы построили. Здесь тоже. Так что понятно, что... То есть, если они в реновации, конечно, не попадают. Их только не так давно построили. Вот он, 47 корпус 3 дом. Все, вот он тоже попал в реновацию. Небольшой такой низинке находится. Ну, это 47 корпус 2, соответственно. Все, и вот здесь, вот около этого дома, там вот за ним, ну, где-то здесь пространство, как раз вот хотят строить дом еще один по реновации. Но здесь пока работы еще не начались, как мы видим. Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами на Каширском шоссе. Вот здесь оно начинается. Собственно, в начале Каширского шоссе. Это район Агатино-Садовники. И на Каширском шоссе в реновацию попало на сегодняшний день 12 жилых домов. Вот, причем 7 домов здесь, в начале этого шоссе Каширского. Ну, а, соответственно, 5 домов попало в районе Москва-Часабурова. Это середина шоссе. И вот первый дом, это у нас Хлебозаводский проезд. Первый дом, вот мы видим пятиэтажный. Номер 2, корпус 2. Он, собственно, выходит непосредственно в Каширский проезд, но фактически числится по Каширскому шоссе 2, корпус 2. Ну и находится он на развилке. Вот этот Каширский, там Каширская, а там Варшавская. Вот на развилке Варшавского Каширского шоссе, а также Хлебозаводского проезда непосредственно, как раз он и находится, вот этот дом, вот он. Ну и почему он попал, в принципе, все тут понятно. Потому что дом блочный. Блочный, то есть 1960 года постройки. Ну и такие дома практически попадают в реновацию практически везде. Вот, это все Хлебозаводский, он и здесь, и там дальше, через Каширское шоссе. И мы сейчас как раз переходим к Каширское шоссе. Это у нас вот этот район 1Б Нагатина, а мы идем в район 1В Нагатина, в котором будет съездено на сегодняшний день 6 жилых домов. Вот в этом как раз квартале, вот он здесь, между Хлебозаводским проездом и Каширским шоссе, началом Каширского шоссе. Ну, то есть, можно сказать, почти все дома, вот кроме вот этих вот, которые непосредственно выходят на Каширское шоссе, вот эти восьмиэтажные дома, их сносить не будут. Вот этот дом 9 корпуса 1, и тот вот тоже 11 корпус 1, тоже восьмиэтажный, в конце 50-х годов постройки, их сносить не будут. А снесут в глубине квартала, сейчас мы посмотрим. Ну, видите, всего 12 жилых домов попало в реновацию на Каширском шоссе, хотя, конечно, ну, шоссе большое. Около сотни домов на нем. Вот. Ну, и, собственно, почему так мало попало, да? Ну, во-первых, конечно, мы очень, видите, только в двух районах, да, Нагадино-Садовники и Москва-Речья-Собурово. Ну, потому что в Орехово-Борисово там вообще никаких домов в реновацию не попало. Там высотные дома, в основном 16-17 этажей, ну, 12 этажей, ну, то есть там, в общем, сосить совсем нечего. Вот. Ну, и кроме того, за исключением вот этого блочного дома, который мы только что видели, который попал под снос, здесь в основном на Каширке кирпичные дома, такие в целом довольно крепкие. Ну, и жить, в принципе, здесь тоже, в принципе, довольно-таки неплохо считается. Ну, не так, что прямо уж престижно, да, Каширское шоссе как-то никогда престижным не считалось, но все-таки, все-таки неплохая транспортная доступность, вот, неплохие такие дома в хорошем состоянии. Так что как-то вот здесь реновация не сильно пока размахнулась, но, опять же, я имею в виду на сегодняшний день. Ну, а сейчас мы посмотрим еще шесть домов, как я уже сказал, кирпичных, в 1952-го года постройки, которые попали в реновацию здесь вот на Каширском шоссе. И вот один первый дом перед нами как раз. Это дом 9. Вот. Корпус 2. Вот, видите, пятиэтажный кирпичный дом. 9, корпус 2. Ну, вот это вот, видите, там лицом, который выходит на Каширку, они не попали. Это, кстати, хлебозавод. Вот. Сейчас как-то он, по-моему, коломенский называется, да? И, собственно, по которому как раз и назван вот этот хлебозаводский проезд. Вот. Еще один дом, 9, корпус 4, тоже попал. 9, корпус 3, вернее, не 4, а 3. Вот это корпус 2. А 4 сейчас покажу. Вот этот, кстати, тоже попал. Это у нас дом 11, корпус 2. Вот он, видите, тоже пятиэтажка. Тоже 52-го года постройки. Ну, весь квартал застраивали сразу, поэтому. Понятно. 11, корпус 2. Вон, 9, корпус 4. 9, корпус 3. 9, корпус 2. Ну, в общем, более-менее понятно. Ну, кстати, видите, дома, фактически, вот это дом, вернее, 9, корпус 3. Он непосредственно выходит лицом на хлебозаводский проезд. Но числится вот он по Каширскому шоссе. Вот. Ну, так, в принципе, рядом, конечно, проходит. Но если так уж строго говорить, то все-таки это больше именно хлебозаводский проезд. Вот. Даже и пахнет хлебом. Ну, вообще, естественно, на камеру и не чувствуется. А так, в принципе, запах такой хлебный. Видно, что предприятие работает. Хлебозавод, я имею в виду. Ну, вот этот 9, корпус 4. Дом тоже попал. Ну, вот этот 11, корпус 4. Тоже дом попал. Вот он. 11, корпус 4. Вот этот 11, корпус 2. Мы видели, а это 11, корпус 4. А 11, корпус 3. Здесь строится дом по инновации. Вот он. Видите, в глубине квартала. Прямо между всеми домами, которые попали под сносом. Вот, видите, все огорожено. И уже началось строительство нового дома. Вот. Пока еще только-только. Вон, видите, начал расти этот дом. Ну, хотя, в 2021 году, как я видел по плану, 15 этажей там предусматривается. Двухсекционный дом будет. Ну, не знаю, может быть, там все поменяют. Ну, пока вот такая ситуация. Вот, видите, строится там. Там только-только еще начало расти. Ну, сейчас пока, в принципе, еще 20-й год. Не так давно начался. Так что, в принципе, может быть, к концу 21-го года и успеют его построить. Ну, это дом 13, корпусный. Видите, какой довольно-таки страшноватый. Ну, наверное, поэтому и попал в реновацию. Вот, тоже. Здесь от 22-го года постройки. Так что, вот, тоже еще один домик. Да, и, кстати, вот там, здесь вот уже, видите, реновация началась. Вот. Ну, а там вот, в принципе, где вот между теми домами, там 11-корпус-2, 9-корпус-3 и 9-корпус-2. Там хотят воткнуть еще одну высоту, тоже при реновации. Ну, там пока строительство не началось еще пока вот. То есть, именно в той местности. Вот здесь, видите, уже началось, а там еще пока нет. Ну, тоже вот хотят дом при реновации построить. Но тут к 22-му году. Это к 21-му году, а там к 22-му. Так что, вот еще будет одна точка. Ну, вот мы видели там тоже. Ну, типа, где-то там, где детская площадка. Вот, ну, между вот, как раз, в глубине квартала. Так что, вот, пока такая ситуация. Но там, как мы видим, пока еще ничего не началось. Поэтому говорить об этом пока рано. Ну, и вот еще последний дом. Здесь в глубине квартала. Вот. 13-го корпус 2. Вот. Это дом 53-го года постройки. Здесь все 52-го. А этот 53-го на год попозже был построен. Ну, тоже он попал в реновацию. Видите? И он отштукатуренный. То есть, в основном дома не отштукатуренные, да? Кирпичные, но не отштукатуренные. Этот отштукатуренный. Ну, вот еще посмотрите. 13-го корпус 3. И дальше там 11-9 дома. Вот, собственно говоря, такова у нас ситуация здесь на Кашевском шоссе с домами по реновации в районе Нагатинов-Садовники. Друзья, мы находимся на Нагатинской улице. Вот она проходит. Длинная улица. Соединяющая Варшавское шоссе и проспект Андропова. Там, где метро Коломенское. Ну, а там метро Нагатинское. И здесь, на Нагатинской улице, в районе Нагатино-Садовники, в реновацию попало 3 жилых дома. Первый дом перед нами находится. Вот он, дом 10. Пятиэтажка. Вот, построенный в 351 году. Ну, видите, между двух промзон она затесалась. Там промзона Варшавское шоссе. Это промзона Нагатина. Ну, и, соответственно, Нагатинские проезды. Здесь 3 Нагатинских проезда. Тоже во многом это бывшие промзоны. В принципе, уже мало что здесь работает. Вот, ну, как бы, как бы, официально они пока еще числятся как бы промзона. Ну, и здесь вот этот дом, его уже довольно-таки давно хотели снести. Вот этот 10-й дом по Нагатинской улице. Вот еще когда строили вот этот комплекс Скайфорд. Вот этот, в этой промзоне. Там, как бы, 3 корпуса, 3, так сказать, этих вот, да, корпуса этого жилого комплекса Скайфорд. Ну, и тогда уже хотели еще при Лужкове сносить, но так и не снесли. Но вот теперь этот дом попал в реновацию уже, так сказать, в 17-м году. Уже при Собянине. Ну, и вот этот дом, наверное, в скором будущем его снесут. Ну, и теперь пойдем дальше. Вот, посмотрим еще на два дома, которые попали в реновацию на этой улице. Они, по номерам 19 и 21, они по другую сторону этой улицы находятся. Ну, вот здесь, вот за этим фруктовым садом, за вот этой автостоянкой, собственно, находятся вот эти два жилых дома 19 и 21, которые тоже попали в реновацию. Ну, они были построены раньше, чем тот дом под номером 10, в 51-м году постройки, который попал тоже в реновацию на этой улице, на Гатинской. Вот, построены они были в 31-м году. То есть, вот, в начале 30-х годов, ну, и, собственно, как тогда было принято строить в стиле конструктивизма. Вот. Очевидно, были такие рабочие дома для работников разных заводов. Здесь сразу несколько промзон. Ну, прежде всего, промзона, конечно, Варшавское шоссе и Нагатина. Ну, и вот, очевидно, для них во многом и предназначались вот эти два жилых дома. Как бы такой. Ну, и одно нежилое здание за ними, которое находится. Вот, очевидно, этот сад тоже жители насадили. Видите, как вот она отделяет как раз эти дома от проезжей части. Приглушая шум, ну, и, собственно, все-таки давай хоть какой-то свежий воздух. Тем более движение здесь достаточно сильное. Вон, Агатинская улица почти все время. Ну, сейчас вот выходные дни еще не так, а вот в будни, конечно, движение намного более сильное. А, собственно, вот это вот здесь как раз по другую сторону. Вот здесь мы видим именно как раз промзону. То есть напротив этих жилых домов это бывшая промзона. Ну, сейчас уже, да, видите, здесь всякие магазины какие-то, автосервисы. Ну, да. А раньше, да, когда-то здесь действительно были заводы, которые работали. Ну, и людям было совсем недалеко до них ходить. Прямо из дома и сразу сюда. На завод. Так, сейчас мы перейдем туда далеко. Давайте попробуем здесь перейти. Так, сейчас посмотрим. Вот она, Агатинская улица, проезжая часть. Так, все, переходим к этим домам. Вот, это у нас дом 19-й. Видите, перед ним фруктовый сад и, соответственно, детская площадка тоже здесь же находится. Вот, и вот эти дома, их, возможно, будут не сносить, а реконструировать. Ну, по крайней мере, такие есть, так сказать, один из вариантов. Вот, ну, поскольку, да, они были построены в начале 30-х годов, им уже почти 100 лет этим домам. И одному, и второму они в одно время были построены. Ну, и, может быть, их вот сносить не будут. Хотя я, честно говоря, в этом несколько сомневаюсь. Итак, вот 19-й дом, а вот сразу за ним 21-й. Вот они непосредственно выходят на проезжую часть. Ну, вот за фруктовым садиком. Вот. Который их, как говорится, защищает. Вот, и дает свежий воздух. В принципе, два одинаковых дома. В стиле конструктивизма, как тогда строили, в конце 20-х, в 30-х годах. Вот второй домик, видите, какие балконы интересные маленькие. Часть отсекленная. Ну, а вот это здание, оно уже довольно давно заброшено. Его еще знамя называли. Ну, типа такого дом культуры и типа кухни какой-то. Ну, в общем, как бы для удовлетворения разных потребностей жителей вот этих вот домов. То есть построили два дома и вместе с ним построили вот это вот здание. Двухэтажное под номером 19-я. Как бы такое торгово-сервисное и культурное. То есть тут чего только не было. И всякая аренда. Вот. Ну, а сейчас, как мы видим, все тут заброшено. Ничего уже нет. И, скорее всего, конечно, это явно будут сносить. Потому что здесь, в принципе, восстанавливать просто нечего. Если насчет домов еще какие-то есть там варианты, в смысле, с реконструкцией, то здесь, в общем-то, все более-менее понятно. Кстати, вот этот дом что-то огорожен. Вот этот не огорожен. Не знаю, с чем это связано. Очень удивительно, конечно. Ну, вот смотрите, в каком состоянии дом находится. Вот с другой стороны. Здесь очень хорошо все видно, да. Проблема этого дома. Вот. Конечно, вид у него уж не очень. Такая краска вся осыпалась. Ну, не вся, но во многих местах. Ну, и вид, конечно, не очень презентабельный, мягко говоря. Ну, вот не знаю, или реконструировать будут, или что. Видите, пятиэтажки. Ну, и вот это тоже огорожено. Здесь все в зелени утопает. Там, очевидно, все вырубили. Тоже, наверное, зелень когда-то была, но теперь уже нет. Вот. Только перед домом осталось, со стороны двора. А здесь, вот с задней стороны, нет ничего. А здесь, вот видите, все в зелени, наоборот, утопает. Не знаю, почему этот дом такое привилегированное положение занимает. С чем это связано. Не знаю, может быть, какой-то типа детского сада, что ли, здесь на первом этаже. Трудно стать. Ну, вот факт, да, что как-то этот дом более озелененный. Особенно со задней стороны. И еще, к тому же, здесь вот огороженный. Ну, не весь, а именно вот с задней стороны. А здесь, со стороны двора, нормально все. Еще никакой ограды нет. Ну, вот видите, там вот промзон находился. И, очевидно, там вот люди работали, как раз, которые жили в этих домах. И вот для них, собственно, и был построен вот этот вот. Такой, два дома. 19 и 21. Ну, в Нагатино, в Садовниках, в этом районе не очень много будут сносить. Ну, и вы уже видели стройку там, да, на Варшавском шоссе. Там строится один дом, вот, как раз для переселенцев пореноваться из этого района, очевидно. Ну, вот тоже детская площадка, видите, между жилым домом и проезжей частью. Тоже такая довольно большая красивая площадка. Ну, вот такие у нас дома попали в реновацию на Нагатинской улице на сегодняшний день. А там, кстати, вот дальше, вот туда, к концу улицы, там очень много, кстати, пятиэтажек, их около 15. Не, вот они туда вот, подальше. Тоже они кирпичные, пятиэтажки, вот, ближе к метро Коломенское. И они в реновацию не попали, не попали. На сегодняшний день, опять же, хотя их довольно много. Ну, вот они, правда, кирпичные, но кирпичные тоже попадают. А они вот не попали. Вот, видите, какие яблоки растут, то есть прям весь дом, саду действительно фруктовый, яблоков весь. Красиво, конечно. Ну, вот, так что там пока вот не попали. Но это, опять же, только сегодня, а завтра, может, и попадут, как говорится, делать такое. Вот, говорим про сегодняшний день. Друзья, ну, из Нагорного района мы плавно перешли в район Нагадино-Садовники. Вот он, это Старокаширское шоссе. Это вот дом тоже по Старокаширскому. Это Каширский проезд у нас. Вот, и перешли мы для того, чтобы посмотреть. Единственный дом, который попал в реновацию на сегодняшний день, на Старокаширском шоссе здесь. Вот, собственно, этот дом перед нами. Это у нас четвертый квартал Москворечья. Ну, это как бы историческое название. А еще называют поселок строителей также. Вот. Вот там, ну, как бы здесь жили строители, которые жили, соответственно, строили и этот квартал, и другие тоже кварталы, всякие здания в окрестностях. Ну, и вообще в Москве. И, в общем-то, этот вот квартал был построен в 1353-1554 годах. И, как мы видим, состоит он из пятиэтажных домов. Они раньше все были живыми. Ну, а сейчас, в общем-то, жилых почти не осталось. Ну, если быть точнее, то осталось, в общем-то, в поселке строителей здесь всего три жилых дома пятиэтажных. И вот один из них, вот этот, под номером 2, корпус 4. Вот она, видите, кирпичная пятиэтажка. В таком не очень хорошем, видно, состоянии. Вот по Старо-Каширскому шоссе она как раз попала от сноску, реновации. Здесь еще находится гостиница «ЖАЗ-Отель». Ну, наверное, первый этаж занимает, не знаю. Ну, а остальные этажи, они, в общем-то, жилые здесь. Здесь, кстати, военкомат находится, где я когда-то приписное свидетельство брал, военный билет. Ну, вот. В общем, два корпуса 4. Вот этот дом, вот он. Видите, вот он как раз вот на сегодняшний день попал в единственный дом на Старо-Каширском шоссе, который попал в реновацию. Ну, это вот нежилое здание, вот это тоже так, что здесь, в принципе, в общем-то, понятно, почему они в реновацию не попали. Однако, все-таки есть еще три жилых дома, три пятиэтажки, я имею в виду. Вообще, здесь всего пять жилых домов на Старо-Каширском шоссе. Но из них и три пятиэтажки, из них только вот одна попала вот в реновацию, а две не попали. Два корпуса 6, и там четыре корпуса 11. Они не попали в реновацию. Ну, по крайней мере, пока. Ну, однако, это не значит, что их не снесут. Еще раз посмотрим этот дом, два корпуса 4, который единственный вот на сегодняшний день попал здесь в реновацию. Ну, еще по спискам 2017 года. Вот, вот, чуть в глубине, как бы, квартала он находится. Ну, все равно, в принципе, рядом, по сути дела. Вот. Ну, это уже, видите, раньше, когда-то был, жилой дом, сейчас уже не жилой. Вот, тот не отштукатурен, а этот отштукатурен. Не знаю, теперь это ветвь лечебница какая-то здесь. Ну, здесь много всего. Все. Так что вот, единственный дом, который вот на сегодня попал в реновацию, мы посмотрели два корпуса 4. Все здесь вот на Старо-Каширском. И, в общем-то, все дома про инновации в районе Нагатин-Садовнике мы уже с вами посмотрели. Теперь я же буду следить уже за развитием событий. Как ситуация будет меняться. Пос Mountains. Спасибо. 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 Спасибо.